Здравствуйте! Это программа Город Эсси. Я Елена Чернявская. Выбор профессии – важный и ответственный момент в жизни каждого школьника. От этого выбора во многом зависит ваше будущее, карьера, уровень доходов и даже образ жизни. У каждого абитуриента есть выбор – университет, колледж, техникум, училище или узкопровольные курсы. Высшее образование, на мой личный взгляд, лучший вариант. Его наличие многократно повышает ваши шансы получить хорошую, высокоплачиваемую работу. Кроме того, обучение в университете дает и другие преимущества – обширные, структурированные знания, которые обязательно пригодятся в будущем. Сегодня я пригласила в студию кандидата философских наук, заместителя директора Самарского филиала Московского городского педагогического университета по воспитательной работе Виталия Геннадьевича Паваляева и Элину Сергеевну Чуйкову, кандидата педагогических наук, доцента, заведующей кафедры методики иностранных языков Самарского филиала Московского городского педагогического университета. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Давайте мы побеседуем сегодня о вашем вузе, преподавателями которого вы являетесь. Так вот, первый вопрос у меня, наверное, будет к вам, Виталий Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а вот Самарский филиал МГПУ сложно или легко поступить? На самом деле, сразу бы удивились первые же вопросы, потому что поступление в наш университет, так же, как и в любые другие университеты, в общем-то, идет по одной схеме, на мой взгляд. Так, минимальные баллы, а поступают у нас по всей России по ЕГЭ, и это тот самый механизм, через который люди и идут в университеты, это ЕГЭ. Единый государственный еще экзамен. Вот. И минимальные баллы, по которым у нас можно поступить, ну, на мой личный взгляд, мне кажется, они достаточно низкие, потому что вот эти 40 баллов, в большинстве вузов, я знаю, тоже примерно такие же низкие, если не ошибаюсь, не смотрел. Вот. Но 40 баллов, мне кажется, для человека, мотивированного на высшее образование, и даже занимающегося самому, даже без репетитора, мне кажется, минимальный балл надо ограничивать 60. Я, конечно, прошу прощения у всех абитуриентов, которые, не дай бог, это услышат, и подумают, что меня услышит, значит, министр, и введет такие минимальные баллы. Прошу у них прощения. Это мой личный взгляд, потому что сам был и учителем в школе, и занимался историей и обществознанием, и мне кажется, в этом смысле легко. Но в том смысле, что бюджетные места у нас все-таки не бесконечные. Да, на всех направлениях педагогического образования существуют бюджетные места, их разное количество от 10 до 20, вот. На разные специальности, да, вы видите, да? Там уже начинается серьезная конкуренция. Поступить вне бюджет, проще говоря, платное, конечно же, в общем-то, несложно. Хотя, вот видите, уже сейчас смотришь, потому что смотря куда. Например, в прошлом году на историческое отделение, конечно, был очень большой конкурс, и даже на вне бюджета смогли взять не всех. А вот там, в той прослоечке 10-20 бюджетных мест, конечно, очень серьезная конкуренция. И там, тут я, наверное, похвастаюсь, у нас общий средний балл поступивших в прошлом году на историю по ЕГЭ был выше, чем во многих вузах. Елена Сергеевна, вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, а чем все-таки отличается языковая подготовка в вашем вузе от языковой подготовки в вузах, скажем, других? Я бы отметила здесь два фактора. Первый фактор – это наша открытость. И второй фактор – это наша преемственность. Открытость инновациям, открытость нашим коллегам, открытость всем тем вузам, выпускниками которых мы являемся. Все опорные вузы Самары – это, собственно говоря, наш альмаматор. Мы продолжаем сотрудничать с ними, мы ежегодно принимаем участие во всех конференциях вместе с нашими студентами, делимся опытом, сами вносим какой-либо вклад, то, что можем сделать мы. Мы поддерживаем связи, причем не только с московскими вузами. Это и наш главный вуз, московский, куда мы выезжаем со студентами несколько раз в год. Это и стажировки, это и конференции, это и всевозможные конкурсы проектов, где наши студенты, например, занимают высшие места, они становятся лауреатами, а потом уже у нас становятся лауреатами премии губернатора, они попадают в реестр губернатора за их исследовательский потенциал. Вот такая открытость и общение с коллегами в нашей области, вообще не только Самарской, но и в педагогической области, в частности, с главным вузом, это один из факторов, который позволяет нам наше языковое образование всегда делать актуальным, держать руку на пульсе. Но в то же время мы, конечно, не забываем про наши традиции, и все выверенные годами методики, все традиционные способы обучения, формы обучения вкупе с инновационными, они, конечно, у нас используются. И бывают такие интересные моменты, когда мы с нашими студентами, приезжая в Москву на кафедры головного вуза, мы имеем возможность и шанс общаться с ведущими лингвистами, с ведущими методистами России, и студенты смотрят и говорят, это же авторы наших учебников, представьте, мы не думали, что их можно вот так встретить и пообщаться. Тем более пообщаться, да? Да, это вообще, конечно, благодатный опыт для них, получить эту возможность живого общения. Точно так же, как мы и общаемся, конечно, с нашими ведущими специалистами и Самарской области, Самарских вузов. Ну, студенческая жизнь – это вообще отдельное прекрасное время. Вот лично я, я знаю, мы с Виталием пообщались до эфира, заканчивали один вуз, это просто прекрасное время. Давайте немножечко вспомним его, ну и посмотрим, конечно, как оно проходит в Вузе Вашем, такой небольшой студ-лайф. Внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Прокомментирует, да? Ну, наверное, хочется прокомментировать, потому что люди смотрят и думают, это что такое, а где там аудитории, где там суровые преподаватели в таких толстенных очках с линзами. На самом деле, приятно мне было сейчас переместиться мыслями в ту осень, когда не было карантина, когда можно было, ну так запросто, собраться где угодно огромной массовой веселой толпой. Вот, это классический день адаптации, который проходит у нас в университете. То есть каждый год, когда набираются к нам первокурсники, все для них ново, все незнакомо, возможно, что-то вызывает некую тревогу, все-таки это совершенно другая жизнь. Ну, конечно, это новая взрослая жизнь, да? Как сказал мне папа, когда я пошел на первый курс, он мне сказал, ну все, сынок, ты теперь оторванный ломоть. Этот ломоть засел в голову, но папа был прав. Вот, и как-то их надо познакомить со всем, что у нас есть, со всеми богатыми направлениями воспитательной работы, чтобы они сразу увидели, какие есть ячейки, каждый займет, какой им хочется. Вот день адаптации. Он обычно устраивается вне вуза, то есть в данном случае мы снимали спортивную базу за городом. Также это мог быть, как, перечислю все, что было, наверное, один раз арендовали огромный теплоход, и на нем шли, проводили какие-то мастер-классы до самого Ширяева, потом кто к Репину, кто на гору, кто в эти шахты соляные. В общем, фантазии у нас там всегда много. В данном случае был день адаптации, на котором... Ох, пытаюсь сейчас быть короче. Но в общем, день адаптации представляет из себя такую воспитательную работу внеучебную миниатюрки. Разбиваемся на сектора, там штук 10 секторов, каждый знакомит с какой-то частью нашей жизни. Если, например, есть сектор STEM, который готовит... Для тех, кто не знает, кто такой STEM, кто не был никогда студентом, друзья, это студенческий театр эстрадных миниатюр. Грубо говоря, сценки, театральная эстрада. И вот там на этом STEM-е специальные наши STEM-щики, уже опытные лауреаты разных студвесен, они первокурсникам рассказывают, как это, что это, дают советы, и с ними тут же готовят небольшой номерок. Вечером того же дня все эти секции объединяются и дают такой небольшой, когда большой концерт силами первокурсников. Ну, я говорю, вечером того же дня примерно, потому что это может быть и на следующий день. Иногда это длится два дня. Ну, будем надеяться, что 1 сентября пройдет все-таки классический, традиционный, и этот день адаптации будет тоже, да? Дай бог! Состоянцы. Ну, как вы заметили, вне классная, внеурочная, воспитательная работа, внеурочная, да, она проводится, между прочим, не только на родном языке. У нас есть, вы увидели иностранных студентов в кадре. То есть, в принципе, возможность языкового общения на разных языках, она присутствует в разных... Ну, можно ли сказать, что ваш вуз многонациональный? Можно, можно, да. Он и многонациональный, многоязыковой, потому что у нас есть, во-первых, программы по обмену студентами, программы, которые построены на основе договоров с университетами разных государств азиатского региона, но об этом мы, наверное, тоже еще поговорим отдельно. И это студенты, которые приезжают со всех уголков России, у нас даже учился на менеджменте китаец. Нелогко называть китайцем. Как-то раз я ему сказал, что вы из Китая, он сказал, нет, я не из Китая, я из Гонконга. Вот, они там увидели у него какие-то тёрки. Вот, значит, его звали Петя. Я хочу сказать, что Елена Сергеевна говорит, скорее всего, про обмен делегациями, когда наши студенты у нас там по обмену, наши уезжают в Китай, китайские приезжают к нам. Это одно. А этот прямо у нас учился на менеджменте по всей табеле о рангах, как при Петре, прошелся от первого до четвертого курса. И вот его звали Пётр. Это не настоящее имя. Любой китаец, приезжающий к нам в университет, не знаю, как в других случаях, они берут своё имя. Оно же там имеет какие-то определения, там, например, у него там какой-нибудь переводится как светлый. Светлая. И они смотрят в нашем языке аналоги, а там светлой будет Елена. А, или Елена, да. Светлая файта с греческого, кстати, так приводится. И они сразу себе такие имена раздают, бэджики вешают. Видимо, у того имя переводилось, уж не знаю, может, его Джун называли, он был, видимо, Камень или Твёрдый, и он Пётр. Вот так мы им привыкли называть его Петя, Петя. Хороший парень, он часто у нас тут веснея. Вот, кстати, недалеко отходя от темы творчества, я знаю, что у вас проходит ещё и 102 сны потрясающие, и посвящения какие-то уникальные. Расскажите об этом, мы посмотрим интересный видеоматериал. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звёзды дарили свет. Я так хочу, чтобы лето не торчалось, чтобы оно за дно и мчалось, и мчалось. Я так хочу, чтобы лето не торчалось. Я так хочу. Данное мероприятие для вас готовили. Творческий, конечно, ребят, у вас учится, да? Безумно творческий. Уж не знаю, что делать с их творчеством. Уж сколько-то говорю, учитесь, учитесь, а не всё в творчество. Нет, на самом деле лукавлю, потому что вот как бы не казалось, что если человек увлёкся творчеством, у него будут сразу плохие оценки. Но почему-то наоборот. Если человек с красным дипломом закончил, так его уже вся воспитательная работа, все уже знают. Да, может быть, и... Почему нет? Приведу-ка я и себя тоже пример. Я одновременно и кандидатскую написал, и чемпионом Самарской городской лиги КВН стал. Всё в один год. А, и ещё и ребёнка родил, и, может быть, даже дерево посадил, но времени на остальное не хватило. Да, это было посвящение студенты. Вижу сзади этот гигантский и прекрасный электронный экран, на котором всё так прекрасно видится. Почему я говорю гигантский и прекрасный? Помню вашу фразу, вы говорили, что там студенческие годы. И когда вы её говорили, мне первое, что в голову вспомнилось про студенческие годы, когда перед студвесной в коридоре, эта студвесна проходила в педе в нашем, на Антона Вовсеенко. На Антона Вовсеенко. Нет, это, конечно, прекрасно, ручной труд. Вообще сейчас в воде эпоха метамодерна начинается. Но, когда видишь электронный экранчик, на котором не просто картинка, а она может двигаться, это чудесное впечатление. Можно даже не выступать, мне кажется. Но, а вообще, да, единственное, что скажу по студвесным посвящениям, опять же, неловко вас поправлять, но природная скромность мешает. Вы сказали, у нас, ну, студвесна это и городское, и областное явление, но не только у нас, хотя хотелось, конечно. Ну, мы в данном случае говорим про вуз ваш, поэтому я сказала у вас. Хотя посвящение, наверное, скажу, что, наверное, у нас. Во-первых, мне так кажется, что мы либо единственный, либо один из немногих вузов, который делает два концерта с полной выкладкой и на студвесну, и на посвящение, и эти два концерта содержат совершенно разные номера. Вот, так повелось уже давно, и хотя, мне кажется, это не очень логично, хочется все-таки побольше лауреатских мест получить на студвесне, но, наверное, для зрителя лучше так, чтобы он шел на концерт, а там все было в нове. Вот, и еще я не уверен, многие ли вузы делают вот такой масштабный концерт посвящения, арендуя там звезду, возможно, посвящение чаще всего обходится, как это было у нас, у студентов. Ну да, на местных площадках, да? Да, на местных площадках силами самих студентов. У нас это было, когда второй курс готовил мероприятие для первокурсников, и там им давали просто аудиторию, и иногда предоставляли возможность потусить до 11 под музыку. Вот, поэтому, ну, не знаю, не хочется хвастаться, никуда деваться. Но умеет место быть. Да. Елена Сергеевна, давайте все-таки поговорим о качестве образования. Все это, конечно, замечательно, весело и позитивно, но, тем не менее, тема-то вот достаточно серьезная. А сейчас вузы, если можно так выразиться, ведут борьбу за лучших студентов. Вот какое образование предлагаете вы? Мы еще и учимся, да? Да. Проект реформы. Накидайте. Образование, качество. Качество нашего образования, оно, конечно, есть в официальных цифрах, в официальной статистике, которую предоставляют наш ректор и наш директор. Но вот хочется сказать о таких факторах и показателях, которые доступны, собственно говоря, каждому, и мы их видим повседневно. Во-первых, это география востребованности наших выпускников, профессиональной востребованности, где только их вы не встретите. Но в первую очередь это, конечно, родной город. Здесь очень весные отзывы директоров лицеи, в гимназии, школ, ну, так как у нас языковое направление, школ с углубленным изучением иностранных языков. Ежегодно наших выпускников расхватывают, как горячие пирожки, звонят директора заранее, еще где-то в мае, в июне, спрашивают, кого бы мы могли порекомендовать в нашей гимназии. Так было и вот в этом году, не исключение. То есть самарский филиал МГПУ – знак вопроса трудоустройства. Трудоустройства. Знак равенства, да. Да, плюс разные программы в Центре развития образования, что тоже возможно, если вы еще и завершаете уровень магистратуры. Плюс это, естественно, трудоустройство по области, потому что у нас очень много студентов, которые приезжают с других городов области. У нас есть наши выпускники в Чапаевске, там у нас специалисты теперь по тестологии. У нас есть в Сызране вертолетовом училище наши специалисты, в Тольятти, в гимназиях, в ПОХ, в Веснево-Губернском колледже. Мы работаем с очень-очень многими городами области. Ну и, естественно, мы выходим за область. В Питере и в Москве есть наши выпускники в языковых школах, специализированных центрах. И дальше мы выходим на разные страны и континенты, потому что наши студенты продолжают обучение, а потом и трудоустройство. Есть магистрские программы, которые заканчивают на данный момент во Франции. Есть магистрские программы, которые заканчивают в Китае, случай на Тайване и в Ирландии тоже. Вот все-таки, Виталий Геннадьевич, приходя к вопросу дистанционного обучения, как это было и сейчас дистанционно продолжается подача документов в ВУЗ. Совершенно верно, да? Вот скажите, пожалуйста, есть ли смысл подавать заявление пока еще без результатов ЕГЭ и как вообще это происходит? Расскажите. Есть ли смысл? Ну, как? Тут даже не то, что смысл. Есть право любого абитуриента, утвержденное свыше, что до сдачи ЕГЭ абитуриенты имеют право подавать уже свои документы. В этом году так. С 15 июня уже подаются документы активно, а ЕГЭ, ну мы знаем, сейчас мы сидим в эпицентре ЕГЭ, оно еще идет, миновал русский язык, уже близится история с обществознанием. Поэтому не то, что есть смысл. Конечно же, имея право, подавайте, это все хорошо, но у нас, я бы сказал, как и при Петре Первом, многие нововведения, как бритье оборот, например, удобно, удобно же без бороды, и удобно дистанционно подать заявление, но натыкаются на, как совсем недавно заметили в приемной комиссии СФМГПУ, на, долго не могли понять, что происходит, и потом поняли, на некое суеверие. Русский человек боится немного сглазить. И они даже доходят до того, что они заводят страничку в личном кабинете, просто они ее как бы бронируют, чтобы никто не занял это пустое информационное место. Да, они пишут там фамилию Ивана Ивановича Иванов, но никаких документов нет, фотографий там нет, там нет ни данных о себе, ничего. И мы думаем, может, человеку что-то случилось, может, он забыл нажать кнопочку «сохранить». Бывает такое, много проблем у людей, и ты им перезваниваешь, они говорят, нет, у нас страничка будет, но мы пока ничего подавать не будем, все после ЕГЭ. Вот, они ждут, ну, береженого Бог бережет, да? Но в то же время это хороший повод посмотреть на количество желающих, кто будет поступать и узнать, будет ли конкурс. Вот, кстати, уже сейчас есть информация, есть ли конкурс уже сейчас? Есть. На данный момент, вот по иностранным языкам, вчера мы проверяли сводки, количество заявлений на языковые специальности, оно уже больше, нежели заявленные 50 мест, квота, которую мы собираемся принять. Совершенно случайно в магазине на Медне услышал такой разговор от двух студентов. Ты куда будешь поступать? Да я вот собрался в московский городской. Что серьезно, а почему? Да вуз крутой. Я знаю, что вы придете ко мне в эфир, так осторожненько начала прислушиваться, но, в общем-то, разговор молодых людей этим и ограничился. Так я хочу от себя спросить, материально-техническая база, оснащенность вуза на сегодня какова? То есть у молодежи слово «круто» означает материальную оснащенность? Ну, наверное, может быть, я тратую это так. Могу сомневаться в таких вопросах, как наше крутое трудоустройство после вуза или наши крутые концерты, но в таком вопросе, как техническое оснащение, сомневаться не могу. Потому что, нет, конечно, на месте у меня должен сидеть начальник нашего информационно-компьютерного управления. Но его нет, поэтому я могу где-то ошибаться в технологических терминах. Но техническое оснащение у нас глобальное. Выяснилось это слово, наверное, да? Мне кажется, у нас аппаратуры больше, чем стен и парт. Каждая аудитория снабжена и плазменной панелью, правильно называется большой телевизор под толком, могу путать, я не информатик, ноутбуком. В каждой аудитории ноутбук и плазменная панель. На только один корпус Старозагоры 76, хотя он небольшой двухэтажный корпусик, по сути, там приходится три компьютерных класса со свободным пользованием. Есть, тут мне, наверное, языки поправят, я правильно говорю, лингофонный кабинет? Есть лингофонный кабинет. Кабинет синхроперевода, да? Боюсь, что-то ошибится. Ну, возможно, использование и под эти цели. Наверное, ЭКО очень сильно достается от нас языковых специальностей, потому что нам очень важен еще и хороший звук. И зачастую вот все... Качество звука, наверное, не тебе, да? Мы очень много работаем с аудированием, развиваем слух наших учащихся для того, чтобы они слышали и говорили. И нашим специалистам приходится дополнительную технику как раз-таки доставлять и оснащать наши направления. Вот все-таки один из секретов, коль уж мы с вами заговорили об иностранном языке, общаться на нем. Вот скажите, пожалуйста, организуете ли вы какие-то языковые курсы, практику, общение для ваших студентов, ну, конечно, помимо занятий? Да, конечно. Наше общение не заканчивается в аудитории. Когда, собственно говоря, заканчивается занятие, общение, оно продолжается. Оно продолжается и в личностном плане, и в профессиональном плане. Что касается личных связей, контактов, это внеклассная работа, о которой мы говорили. Это общение со студентами-иностранцами, которых также надо водить за ручку, показывать город, рассказывать, что как нужно. Одна из наших обучающихся, например, создала даже целое приложение для мобильных приложений, с этим выиграла грант в Москве, который посвящен именно адаптации иностранных студентов, где они могут забивать разные реалии русские, узнавать, как использовать, как ориентироваться в нашей жизни. Мы ежегодно проводим традиционные рождественские концерты, где звучат не только английский, немецкий язык, и китайский язык, которые в основном преподаются, но и французский, итальянский, испанский. Здесь наши обучающиеся вспоминают все, что они где-то когда-то учили. Мы звучим на разных языках. Ну и у нас еще есть и профессиональное такое общение. Например, когда мы готовились к принятию чемпионата мира по футболу, наши студенты были задействованы не только как волонтеры, это тоже, конечно, огромная языковая практика, но еще и как преподаватели, которые готовили силовые структуры. Мы вели интенсивные курсы для них по иностранному языку, естественно, которые прошли курсы методики и специальные курсы интенсивного обучения под руководством наших преподавателей, но они помогали, были непосредственными участниками. Ваша ректор Галина Ефимовна Козловская еще давным-давно, я это почему-то очень хорошо запомнила, говорила, что вот акцент в вашем вузе на китайский и за китайским языком будущее. Вот вы подтвердите слова? Я подтвердю легко. Ну, Китайская Народная Республика, она занимает все-таки первое место по ВВП в мире. Если внимательно читать наши концепции безопасности Российской Федерации, мы обнаружим, что Китай наш, в том числе, и стратегически вероятный партнер. В общем, и Китай особенная страна, она ведь, грубо говоря, страны делятся на три части. Это страны Первого мира, которые стараются всех под себя подобрать. Это страны Третьего мира, которым лишь бы на хлеб хватило. И есть, выделяют политологи, страны Второго мира, которые идут абсолютно своим путем, ни на кого не ориентируясь. К таким относятся Китай, Индия. И Китай, хотя мне достаточно было, наверное, сказать фразу первое место по ВВП. Человек со знанием китайского пригодится везде и всегда. Эти люди зарабатывают очень хорошие деньги и очень востребованы. Поэтому, да, на китайский у нас делается упор. И говорить уже на языках, конкурс большой. Я еще давно был преподавателем философии Китая как раз на отделении лингвистики, где изучают китайский язык. И я преподавал там около шести лет. И я прям видел, как первая группа лингвистов, первый курс, это было буквально шесть человек. Мы сидели, там нам давали маленький какой-то кабинетик, нам не нужна была большая аудитория. Мы там непринужденно разговаривали. И буквально... Ой, я даже говорю, это было десять лет назад, больше. Потому что, помню отчетливо 2015 год, да, я прихожу опять в аудиторию читать этот курс. И там огромная масса лингвистов, ну, для меня она очень большая, потому что вся аудитория занята, и кругом девчонки разного цвета волос. Кошмар, растерянность. Вот, то есть буквально там за пять лет лингвистик очень сильно выросла. Скачок, да, действительно. И до сих пор, когда... Сейчас уже не удивляюсь. Сейчас я захожу к лингвистам, я уже вижу, что мы сидим в конференц-зале, что все места до потолка у этой гигантской аудитории заняты, они все сидят. Наш амфитеатр. Вот, и я думаю, одна из основ вот этой лингвистики, вот именно, я думаю, раскручивает именно этот китайский язык. А ведь его преподают и китайские преподаватели, и плюс они общаются с самими. Вот это приложение, которое было разработано, чтобы с нашими реально познакомиться, это вообще актуальная вещь. Мне довелось один раз провести лекцию у китайцев. Я не знаю, что произошло, может, преподаватель заболел, и попросили провести какую-то лекцию с китайцами. Я вышел, немножко волнуюсь, но, как любой русский человек, очень уважающий иностранцев, и решил, у меня была случайно с собой презентация по культуре постмодерна. Ну, и тут я понял, какая пропасть между нашим сознанием и их. Ну, начали мы с небольшого такого. Я показал им, значит, картину Малевича. Думал с нее начать, как прототип, начало, рассвет, постмодерна. Вот, и спросил, как вы думаете, как называется это? А мне приходилось говорить очень медленно. Вы сейчас о черном квадрате говорите? О черном квадрате. Приходилось говорить очень медленно, они там еще что-то забивают. Как вы думаете, как называется эта картина? Они такие... И они стали тянуть руку. Китайцы очень активные студенты. Вот, никакой ленин у них. Но предположения, которые посыпались, я думал, завяжется очень хороший разговор. Они скажут, черный квадрат. Нет, там началось. Это называется могила, смерть. И одна девочка говорит, весна. Я говорю, почему весна? Она говорит, квадрат зеленый. Я смотрю так, она смотрит на другой экран, и он немножко отсвечивает. Я говорю, он отсвечивает. Они что? А я... И тут я понимаю, что слово отсвечивает. Я не в силах объяснить. Что такое отсвечивает? Я говорю, на самом... Я говорю, вот смотрите сюда. Развернул ему другой экранчик. Вот, сюда смотрите. Вот. Это что нарисовано? И тут один мальчик. Там был только один мальчик во всей этой делегации. А нет. Да, один мальчик. А сейчас, кстати, одни мальчики. И все, две девочки. Ну, их увеличивается, конечно. Да. И вот он посмотрел такой, и вдруг выдает странную вещь. Тут я больше ничего не спрашивал. Он такой говорит, картина называется «Тайна нашего народа». Поэтому, друзья, если кто-то хочет знать, как выглядит тайна китайского народа, это черный... Он стал такой жуткий, я даже ничего не стал спрашивать. Ну что же, уважаемые гости, вот так быстро и незаметно пролетело наше с вами время. Я хочу вам сказать огромное спасибо за такой позитивный эфир. Я вот действительно окунулась в студенческое время. Так красочно рассказываете. Вот хочется пойти к вам учиться, получить второе уше образование. Но, тем не менее, заключительное слово. Все-таки, что бы вы сказали сейчас вашим будущим абитуриентам? Почему стоит выбирать именно ваш вуз? Я, наверное, обращусь к авторитетам. Шалва Монашвили, великий педагог, великий профессор, гуманной педагогики, создателем большого количества произведений в своем труде, который называется «Учитель от Бога». Вот описывал как раз «Учитель от Бога». Он говорит, идет такой, а семь пядей во лбу, в глазах мудрость, в руках отдача, в сердце забота, в мыслях устремленность. Наверное, вуз делают кадры, которые работают. Вот все мы такие. У нас в сердце забота, в руках отдача. Мы готовы принять новых абитуриентов, мы готовы их уже любить, отдавать и расти с ними, потому что, когда ты взращиваешь другого, ты растешь и сам. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Если у вас еще есть сомнения по поводу выбора вуза, я думаю, что после нашего эфира он станет очевиден. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин